МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александрович, здравствуйте. Очень рада видеть вас у нас в студии. Итак, скажите, пожалуйста, какие преступления чаще всего сегодня совершают подростки? Ну, вообще, в целом, как сегодня складывается ситуация, в частности, в вашем Комсомольском районе? Да, анализ подростковой преступности показывает нам уже несколько лет, что проблема остается для нас актуальной. Если в прошлом году подростки в Комсомольском районе совершили 34 преступления, позапрошлом 37, на данный период уже совершено 13. Если в динамике к прошлому году, это чуть-чуть больше. В прошлом году 12 в это же время совершили. Это говорит о том, что проблема действительно есть, ее надо решать. Что это за преступление? Да, структуру, которую мы анализируем, а каждый такой случай для нас, это повод для детального анализа, показывает, что большая часть из них, более 60% — это преступления против собственности, кражи, грабежи, разбои. И вторая часть показала наш анализ. Это вызывающая у нас большую озабоченность, это преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ну, и вообще, насколько вы знаете, за последние два года преступлений, связанных как раз-таки с незаконным оборотом наркотиков, стало значительно больше. Это действительно так? Да, действительно. Это связано и с активностью работы правоохранительной системы, и действительно с распространенностью новых схем сбыта наркотиков, которые и вызывают ответную реакцию правоохранителей. Поэтому, да, таких дел больше расследуется, направляется в суд и выявляется. И в том числе, к сожалению, с участием несовершеннолетних. Какие сегодня схемы используют? Да, основная популярная схема на сегодняшний день... Это закладки, наверное, да? Да, так точно, это закладки. Именно это и вызвано таким всплеском количества данных преступлений, их простота. Это разделение цепочек, когда оператор, владелец наркобизнеса самостоятельно не доходит до потребителя, а использует так называемых закладчиков, которые осуществляют функцию перекладывания более крупных, так сказать, весов наркотиков в более маленькие, расфасованные по территории района, которые потребитель потом через сеть интернет и различные социальные сети, и мессенджеры получают это место и непосредственно его находят. За это предусмотрена ответственность статьями 228 и 228 приемовой. Это преступления тяжкие, особо тяжкие, то есть там максимальное меры наказания, предусмотренные уголовным кодексом, доходят до 20 лет. А если речь идет о несовершеннолетних? Безусловно, законодательство России имеет особенное отношение к несовершеннолетним, их судят по особым нормам, более мягким, скажем так. Но скажу однозначно, что именно за данные виды преступлений назначается только реальное лишение свободы. Тогда как несовершеннолетним по другим видам преступлений нередко может быть применены иные виды наказаний, не связанные с их изоляцией от общества. Сегодня очень сложно, как я понимаю, разоблачить эти схемы, связанные с закладками. Да, действительно так? Да, это действительно достаточно сложное техническое преступление, поскольку оно связано с использованием информационных технологий. Вместе с тем, как раз-таки выявить и задержать лицо, которое осуществляет закладки, в этой схеме звена это самый уязвимый человек, тот, кто эти закладки будет разносить. Сложнее как раз-таки добраться до организатора. Но если мы говорим о участии несовершеннолетних, они-то, как правило, привлекаются для работы вот в этой самой нижней цепочке, закладке, и становятся, скажем так, жертвами этой всей схемы, и в итоге могут понести ответственность вплоть до лишения свободы. Ну, наверняка, ведь известны случаи, когда сама эта схема разоблачается, когда можно дойти до организаторов. Да, такие примеры у нас, безусловно, есть. Это очень большие разработки. И в таких случаях сразу эта организованная группа направляется в суд со всеми участниками, операторами, организаторами, поставщиками, крупными, те, кто осуществляет крупные, так называемые, закладки, и более маленькие. Это также, безусловно, организуется. Но вообще проблема наркотиков делится на две части, тех, кто, собственно, одни употребляют, другие распространяют. Кого больше сегодня? Действительно, тут, если говорить про, в том числе, несовершеннолетних, проблема здесь делится в том, что кого-то увлекают в потребление, и это отдельный вид, скажем, преступной деятельности. Понятно, что молодежь всегда более уязвима к уговорам, к вовлечению, различным примерам более старших или сверстников. И это одна проблема. И вторая, конечно, это когда сам подросток не собирается употреблять, им, скорее всего, движет жажда наживы, соблазн быстрого заработка. Это как раз, когда его привлекают в профессию, если такое можно назвать, закладчика. То есть распространение наркотиков путем закладок. Были ли подобные преступления в этом году? Да, такие преступления были, как в прошлом году. У нас таких уголовных дел в Комсомольском районе три осуждено. И в этом году уже один несовершеннолетний также был задержан. В настоящее время уголовное дело находится в рассмотрении в суде. Сколько лет ему? Ему 17 лет. 18 лет. Что ему грозит? Ему грозит по каждому из эпизодов, а у него 5. Напомню, каждая такая закладка образует отдельный состав преступлений, по которому может быть назначено 15 лет. Таким образом, суд будет решать по совокупности либо частичного сложения, либо полного. Вот примерно в таких мерах ему угрожает сейчас наказание. При этом хочу отметить, что, как правило, все эти лица, даже не как правило, а точно, поскольку мы разбирались в каждом случае, не были из беспризорных семей, у которых не было внимания родителей. Все эти случаи, где лица участвовали в закладках, были дети из семей внешне благополучных. Но, видимо, как я полагаю, мы разбирались, здесь отсутствует определенное внимание родителей, равнодушие, занятость. Человек в какой-то степени проявляет самостоятельность, таким образом бунтует, обращает на себя внимание, стремится быстро разбогатеть вместо действительной учебы и какого-то реального труда. Тех, кто вовлекает детей в такие схемы совершения преступлений, удается найти? Или все-таки больше попадают сами дети, сами подростки? Как я уже сказал, действительно, поскольку... Поскольку, понятно, что все это сложно очень сделать, тем не менее. Это достаточно быстро выявляется тот, кто непосредственно несет. Но в дальнейшем это начало работы по выявлению следующей цепочки. Мы здесь, во-первых, возбуждаем уголовное дело и преследуем несовершеннолетнего в группе лиц, поскольку оно совершается групповым способом, он с кем-то переписывается, у него есть куратор, организатор, поэтому сразу организуются мероприятия оперативно-розыскные на розыске этих лиц. Также мы сразу же сейчас поставили практику возбуждения уголовных дел по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления, как отдельный состав преступления в отношении пока не установленного лица. Такие уголовные дела у нас сейчас расследуются. Мы совместно с органами полиции и оперативно-розыскными подразделениями заслушаем эти материалы, стремимся к тому, чтобы полностью весь круг лиц установить и привлечь к уголовной ответственности. — Хочется еще раз вернуться к темам закладок. Помогают ли вам и правоохранительным органам в целом жители города, которые, собственно, видят, где происходят закладки? Чаще всего это, наверное, дворы города, подъезды и, я знаю, что еще лесополоса тоже достаточно активно используется. — Да, я бы сказал, что для закладок сегодня используются практически все общественные пространства, которые задействованы. Причем я бы сказал, что как раз такие подъезды последние два года стали использоваться меньше как раз в силу этого фактора. Действительно, и мы наблюдаем по тем преступлениям, которые уже раскрыты, по переписке организаторов, где они дают указания не использовать желательно жилой сектор как инструкцию, потому что действительно, в том числе с помощью жителей, раскрыто немало преступлений в данной категории. Это влияет действительно в помощь. — И все плавно перешли в лес. — Да, в лесу, как прожителей, меньше, поэтому проще незаметно осуществить свою закладку. — Всегда было интересно сказать, что сегодня, понятно, все используют интернет-технологии, но на любые интернет-технологии есть еще какие-то более сверхсовременные технологии. Можно ли как-то это все использовать в работе, в поиске, в поимке наркотенцов? — Безусловно, это все используется. Тут я не могу раскрыть всю тактику оперативно-розыскной деятельности. Она, безусловно, используется. Тем не менее, это, конечно, кропотливый труд, потому что только техническими средствами обвинить человека, то есть по фиксации, пока что недостаточно для суда. Поэтому это требует помимо технических средств и традиционных оперативно-розыскных мероприятий по розыску этих людей, по лечению их к ответственности. — Ну, понятно и очевидно, что, в общем-то, проблема есть, проблема острая. Какие есть пути решения? Как все-таки ее решить сегодня? — Мы больше видим здесь, помимо, конечно же, непосредственно борьбы с той преступностью, которая уже происходит, это профилактика. Потому что проще или эффективнее создать у подрастающего поколения сознание того, что отрицание самого факта возможности участия и зарабатывания денег таким способом, который, безусловно, приводит всегда к очень клачевным последствиям. Здесь мы в честной связке работаем со всеми органами и организациями профилактического характера. Это школы, комиссии по делам несовершеннолетних, отделы по делам несовершеннолетних полицией. Каждый случай преступления или правонарушения несовершеннолетних для нас повод для того, чтобы детально разобраться, кто занимался воспитанием, в каких условиях, в каких условиях жил несовершеннолетний. Для анализа всей этой информации и выработки общих мер для того, чтобы такой категории несовершеннолетних отсечь от этой преступной деятельности. Тут, безусловно, еще важно сейчас проводится ряд программ на государственном порядке, уровне по поддержке спорта, доступности, обучения, пропаганда здорового образа жизни, как создание альтернативного мировоззрения для человека, чтобы он даже не задумывался об этом, традиционных национальных ценностей. И все это, безусловно, положительно влияет на преступность. Но вместе с тем, хотелось бы сказать, что помимо общественных институтов, в которых и прокуратура тоже принимает активное участие, важным институтом является и семья. И, как я уже сказал, нередко часть преступлений, например, похищениям, характерны для семей неблагополучных, где беспризорные, они чаще совершают именно хищение. И, наоборот, семьи, где благополучные, как показан наш анализ, нередко эти подростки участвуют именно в сбыте наркотических средств. И таким образом здесь родители должны быть нашими естественными союзниками, в том числе дополнять общественные институты, так сказать, контроля и профилактики, в том числе очень внимательно следить за этой ситуацией, в том числе помогать правоохранительной системе и самим себе воспитывать своего ребенка в отрицании совершения этих преступлений. Ну, то есть это такой комплексный подход к такому непростому вопросу, непростой теме, правильно? Безусловно. Такой сложный вопрос может быть решен только комплексно. Как говорится, борьба за подрастающее поколение – это самое, наверное, сложное, но именно ее-то мы и обязаны выигрывать. Давайте проведем некую параллель сравнительную. Лет 15-20 назад, мне кажется, проблема с наркотиками была намного актуальнее, нежели сейчас. Или я ошибаюсь? Ее актуальность в какой-то степени спала в связи с тем, что мы не видим таких резонансных случаев отравлений, и они действительно снижаются. Даже факт статистики по всему городу, не только по Комсомольскому району, говорит о том, что фактов отравления, в том числе с детальным исходом, становится меньше. Это говорит о том, что в правоохранительной системе и в том числе системе профилактики удалось, скажем так, отсечь определенный поток самых опасных наркотиков, которые вызывают такие случаи. Вместе с тем, мы понимаем, что проблема далеко не ушла полностью в подполье и исчезла, потому что определенный поток наркотиков попадает в наш город, и мы это наблюдаем. И эту работу мы будем продолжать очень внимательно, поступательно и целенаправленно. В общем, мы подведем итоги нашего разговора, нашего диалога. В общем, всем нужно объединиться в решении этой проблемы и родителям, и правоохранительным органам, педагогам, администрациям. С социальным службам, безусловно. То есть каждый должен отработать свой блок, если уж крайняя форма, это уже уголовное преследование, и там, где мы участвуем, в том числе, которые желательно не доводить, профилактирующая система, и родители, которые тоже участники профилактики для нас. Будем работать, значит, все вместе? Так, точно. Владимир Александрович, я благодарю вас за этот очень важный и острый разговор. Спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Спасибо вам. И ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напоминаю, в студии программы «Обозреватель мнения» был Владимир Исаев, прокурор Комсомольского района Тольятти. На этом все. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова